У меня есть докладки, какой докладывать мне пока не о чем, это будет история в деталях. И вот Марина сегодня во время круглого стола, Марина Заксов сказала, что она не знает примеров, когда бы из не технических... Ну, бумажку можно? А, вон он что-то. Когда бы человек не технической специальности попал в IT, да еще и как бы на позицию менеджера. Вот так вот, видимо, я та белая, беленькая оборона, которая расскажет, как ей это удалось. Ну, до сих пор у меня есть ощущение, что ничего специального я не делала, как-то все так само сложилось. Собственно, как по-моему, у любой истории есть начало, с чего все началось. Я сейчас работаю project manager в компании Tantek, так вот, некоторое время назад Tantek объявил локацию PM, и я решила помочь родной компании и разместила душевный пост в ВКонтакте, чтобы помочь найти этого PM. Это было в моих интересах, мне бы не хотелось, чтобы человек, похожий на меня, тоже влился в нашу команду. И через какое-то время после этого поста родилась такая некая легенда про девочку с FIAL-фака. То есть теперь, когда девчонки приходят устраиваться в Tantek, они говорят, а у вас там такая девочка работает, вот она с FIAL-факультетом, мы знаем, мы тоже хотим попробовать. Получилось смешно. Но мне, прежде всего, очень важно понимать, что за аудитория передо мной. Я вот, когда сочиняла эту историю, я думала, что я могу быть полезна, во-первых, руководителям IT-компании, которые могут после моей краткой истории понять, нужно ли им, не нужно, стоит ли, не стоит, брать гуманитария в качестве менеджера на работу. Ну, кроме Ани, наверное, нет руководителей здесь, да? Ручка одна будет, если я спрошу, да? Руководители IT-компании больше нет. Хорошо. Во-вторых, я думаю, что другим проект-менеджерам из других компаний может быть просто интересно, что делается в других компаниях. Я до сегодняшнего дня работала в IT только в одной компании, поэтому все, что я буду рассказывать, касается только Tantek, естественно. Менеджеры проектов есть здесь, нет? Начинающие. Начинающие, хорошо. Ну вот, послушайте, в общем, чем мы там занимаемся, что мы делаем. Ну, естественно, как бы основная у нас цель нашей конференции, да, это вдохновить девчонок, которые технические, не технические специальности, которые каким-то образом вообще думают, что там надо, туда не надо идти. Ну вот, возможно, моя история будет им тоже полезна. Надо как-то более подробно представиться. Вообще, по паспорту я Аня Акинчина, там, Анна, да, но какое-то время назад я выбрала для наших американских коллег свой контакторский псевдониманика, и сейчас объясню почему. Когда американцы говорят, что типа Анна или Эна, это вообще невозможно вычленить из речи, потому что когда Аня говорит «analytics» или «analysis» или «analytics», все, что начинается, ты начинаешь на это реагировать вообще. Я решила, что меня это ни в коем случае не устраивает, а вот когда Аня говорит «Аника», и ты сразу понимаешь, что что-то от тебя хотят. В общем, образование у меня филологическое, причем классическое, даже не романо-германской филологии, не журналистика, не пиар, вот такой я классический учитель русской литературы должна была быть. Какие предпосылки были к тому, чтобы я вообще превратилась когда-то в менеджера? Во-первых, я 10 лет посвятила именно проектной работе в рекламе, то есть сейчас я когда слушаю пропозиции, которые существуют в IT, я понимаю, что я была аналитиком, сборщиком требований, копирайтером, собственно, разработчиком, человеком, который общается с клиентом, человеком, который раздает ему работу. То есть все, что не касается дизайна и денег, вот все это остальное дело. Поэтому это был такой хороший опыт. Подумайте, если вы даже хотя бы когда-то, не знаю, маме юбилей организовали, да, маленький мне проект сделали, уже это вам хорошая копилка, вашу копилку. Много, несколько лет и зим я провела преподавателем и вожатой в школе менеджмента информационных технологий. То есть получается, что я уже работала с одаренными детьми и детьми-программистами, которые потом становятся вами, да. Получается, что тоже какое-то, какое-то уже отношение к IT я имела. И, ну, такая победа у нас была с ребятами, кто знает, Ксюшу Чуркину из Айсика там, Илюша Кельсов, мы с ними в Москве взяли и выиграли олимпиаду, как бы карьер в России. Это, я считаю, один из моих, так, я там написала, что я с гаджетами, хорошо. Еще, наверное, не матч. Вот, собственно, можно считать, что это один из таких законченных, хороших проектов, которыми я могла гордиться, у которых был результат, начало, конец, середине. Вот, давайте поподробнее, как попасть в IT. Цепочка случайностей. Во-первых, вы должны захотеть что-то изменить в своей жизни. Я, честно, сидела в рекламном агентстве на протяжении года и ныла, что мне кажется, уже пора отсюда уходить, 10 лет прошло как-то. В общем, у вас внутри должно созреть желание. Я, честно, ничего не делала, кроме того, что я вышла замуж за программиста. Вот, и после того, как он предложил мне изучать английский в их компании, он работал в Томтеке на тот момент, он сказал, что есть такая возможность за небольшие деньги, в общем, по плату и, в общем, как-то со связями пойти на этот английский. Вот представьте, что я в Томтеке начала работать в апреле, а в сентябре я пошла просто обновлять, освежать свой английский. Тут уже раз 10 прозвучало, что без английского войти делать нечего. Вот это одна из главных вещей, которая, видимо, меня сюда затащила. Ну и смешно потом очень было. Я просто съездила с мужем на корпоратив, и наш дорогой директор, он потом делился уже этой информацией, и он говорит, ты знаешь, я почувствовала в Жене какие-то перемены, и так как он недавно женился, я подумала, что эта голова сидит на какой-то хорошей шее. В общем, и после этого знаменательного, извините, корпоратива, меня пригласили на собеседование. Дальше все, как бы, блата связи кончилась, я честно прошла 6 собеседований. Самое первое, ребята, на английском просто проверяют вообще дальше, есть смысл с тобой разговаривать или нет. И самое последнее, это, собственно, с президентом компании, который тоже у нас находится в Нью-Йорке. Вот, дальше все, значит, все. Меня взяли, я прошла. Ох, как это было! Не случайно, все фотографии реальные, да, все настоящие. Я вообще не спец по подбору смешных картиночек из интернета, поэтому я решила брать все картиночки, значит, на свои. Вот, чтобы вы понимали, если отсюда убрать двух заказчиков с Нью-Йорка и, ну, как бы сделать скидку на Андрея Гусева, в отличие от Рубашек, который был самым первым моим учителем, который, собственно, все мне рассказал про прочт-менеджер, все остальное — это команда, которая мне досталась на первом же проекте. Вот, как бы, да, кто хоть раз руководил проектами, понимает, что 3-4 программиста — это уже прилично, это уже, как бы, команда, которая есть где руководить, есть где развернуться. А она мне досталась, ну, 9 или 10 мальчиков. Вот, а мальчиками я до этого никогда не руководила, поэтому что, значит, меня, что меня настигло? Трудности перевода, я это называю. Во-первых, я получила программирование, в котором я ничего не понимаю, и это все умножилось на английский, в котором, ну, тоже я, как бы, еще... Не технический английский мне не был еще так близок и знаком, не бизнес-английский, на котором пришлось решать все вопросы с моим руководством, с клиентами и всем остальным. Короче, первые полгода были непростыми. Ну, птичий язык я это называю. До того, как я познакомилась с программистами, тут надо маленькую ремарку. Мой муж, я не считаю его типичным программистом. То есть, вот у меня есть в окружении друзья, некоторых я отношу, как бы, к типичным программистам, некоторых к нетипичным. Вот мой муж, там, например, там, Леша Зиновьев, для меня это нетипичные программисты. Вот. И до того, как я попала в IT, я знала две категории людей, которые разговаривают на таком языке. Это рекламисты из Москвы, ну, уровень бибидиоса, а часача, вот они все вставляют английские словечки, в речи. Потом вторая категория, это люди с Брайтон Бич. Когда я была в Нью-Йорке, я только ну-то слышала, ой, ты знаешь, у меня такая бейбочка родилась. Я ее так, ты знаешь, я фоточки все на камеру задумлодила, и так все очень детские. А потом камера Броукен, и все. В общем, до того, как я попала в эту среду, я думала, что все. Оказывается, есть вот третья категория людей, которые так разговаривают. Я, естественно, оказалась не в теме. Даже такие простые фразы, как «фиксить баги» казалось для меня что-то каким-то кошмарным ужасом. Я постоянно слышала... Останавливать ручков, да? Леша, это непереводимо. Если нас послушать со стороны, это очень смешно. Я каждый раз, когда встречалась с подругами, я рассказывала наш сленг, они ржали просто в голос, потому что над словом «митинг» они до сих пор хохочут. Аня говорит, ты все митингуешь, флаг не забудь. Мне понравилось, как Том пытался переводить, и мы не могли понять, он говорит, ну жуки, жуки. Жуки, 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 упали. Вот то же самое. То есть как-то Леша Ремнев вначале говорит длинную-длинную фразу, говорит, ты поняла? Я говорю, я тебе честно говорю, я поняла слово «пятница». Все остальное, пушить, опрувить и прочие классные штуки, это было очень смешно. Естественно, с этим пришлось долго работать, чтобы это освоить. Ну и наконец, тема, которая сегодня напрямую касается нашего сборища. Женский рот, девочки. Что тут за командирша пришла? Марина говорила сегодня, что чужаков плохо принимают. Да, это правда. Мне до сих пор в вину ставят «ты рекламистка», «ты гуманитарий». Бывают еще ребята, но они уже делают это, любя их в шутку, потому что я уже, по-моему, заболевала в расположении и доказала, что я не блондинка. Но первое время было очень смешно. Например, один из моих индефлидов сказал, слушай, говорит, у меня дома жена, две дочки и собака. И ты здесь, говорит, еще. Немноговато ли, говорит, женщин на единицу? Ну, это вот было начало, это было смешно, весело. Об этом сейчас очень трогательно вспоминать. Потому что теперь, собственно, ну, я могу для начинающих, это такой, знаете, конспект того, что делает менеджер каждый день. В чем сейчас заключается моя работа. Том Каст, наш любимый, нам подарил, значит, вот это 3D. Они в Америке называют Days, Dollars, Deliverables. То есть менеджер отвечает, чтобы все было сделано вовремя, чтобы мы уложили в тот бюджет, который у нас есть, и чтобы мы поставили, собственно, то, что хочет клиент. По-другому, если хотите, это будет расписание, бюджет, скоп и, собственно, команда. Потому что очень важно добраться до конца проекта, чтобы команда жива стала, чтобы никто не хотел уволиться, чтобы всем было очень хорошее настроение, чтобы тебя не хотели еще побить и на тюнбилдинг с радостью пошли с тобой уживать. Вот. И когда мы писали в том-таки вакансию для менеджера, мы себе такую смешную формулу придумали. Спихать, ладить, помогать. Мы договорились, что в итоге нам от менеджера, которого мы хотим нанять, необходимо 3 важные вещи. Первое. Разговаривать, переписываться на английском. Без этого никуда, да? Коммуникация очень хороший уровень должен быть. Ладить мы вложили в это умение общаться с очень разными людьми. И, как бы, ребята в IT, они достаточно все-таки специфические. Это я, ну, как бы, повода обижаться нет, я просто вижу это со стороны, потому что я не программист, он как раз тот самый комитарий. Вот. Ну и, конечно же, а что ты еще умеешь? Эта фраза именно с виду на мое резюме очень хорошо отреагировали. Это вот, знаете, я сейчас рассказываю для ребят с гуманитарным образованием. Вы, ну, девчонки с Матфака меня восхищают. То есть, вот после Аниного, Олиного доклада, я понимаю, что это для меня что-то вообще космос какой-то. Писать код – это фантастика. Я вряд ли смогу когда-то это делать. У меня такое уважение рядом с ними. Это все барьера в голове. Что? Это все барьера в голове. Вот я, Анечка, я как раз сейчас пытаюсь сказать, что это никакого барьера нет, потому что я понимаю, что я очень хороша в чем-то своем. И вот гуманитарий, если у вас в резюме есть какой-то класс на отрасли, в чем вы хороши, в чем вы уже добились успеха, вы должны этим гордиться, вы должны это преподносить как свое преимущество. Моим преимуществом было 10 лет работы в рекламе. И сейчас, как следствие, в Томтеке я совмещаю две должности. Во-первых, я менеджер проектов. Во-вторых, я отвечаю за весь маркетинг, пиар, рекламу, в общем, то, в чем я сильная, написание текста, в общем, все как бы это... Дима, читая мое резюме, очень обрадовался этому, видел в этом потенциал и сказал, ух ты, а мы же тебя еще вот так можем использовать. Вот, в общем, имейте в виду, что это ваш плюс. То есть уметь что-то еще, это всегда плюс. Извините, давно я ничего не докладывала. Вот что, я думаю, ты за это получаешь. Знаешь, какие у меня бонусы от того, что я попала в IT, от чего я кайфую каждый день, почему мне работа это нравится. В общем, моим подругам это вообще кажется что-то вот тоже из разряда космоса. Ведь твоя работа, она может только сниться. Ты правда каждый день на английском разговариваешь? Честное слово, я не набрала. Ну, в общем, что я имела в виду под невероятными коллегами? Мальчики из IT мне очень нравятся. Вот если вы в гугле забьете, почему программисты, первый вариант, который вам предложат, лучшие мужья. Мы тоже долго над этим смеялись. В общем, я опять же говорю только за одну компанию, в которой я работала. Вокруг меня потрясающе умные ребята. Почему-то они все почти как на подбор хорошие семьянины, у них дети. Они строят дома своими руками. Они, естественно, зарабатывают большие деньги, потому что они работают в нужной отрасли. В общем, какой-то фантастический сплав такой получается. Мне нравится работать с умными мужчинами, честное слово, очень нравится. Языковая практика клиента с именем. Естественно, английский каждый день пополняется новыми фразами, словами. Ты его поддерживаешь в актуальном состоянии. Ну и когда ты друзьям говоришь, типа, eBay, New York Times, Forex Club, больше никто не спрашивает, где ты, с кем ты работаешь. Все хорошо, все понимают, все знают. Клиенты с именем все-таки это статус. Ну это такой серьезный слайд. Естественно, задачи, естественно, для гуманитария каждый день интересные. Тебе приходится разбираться в каких-то вообще вещах. Ну и ты учишься постоянно, потому что менеджмент это такая сфера. Тебе, твоя команда, твои ребята, каждый раз, во-первых, на новом проекте ты работаешь с новой командой, они тебе каждый раз преподносят какие-то новые сюрпризы и повод для того, чтобы ты чему-то новому научился. Это круто. Ну, в заграничной командировке гуманитариям не стоит ожидать, что их отправят в Нью-Йорк или в Канзас, на сторону клиентов и снять их требования. Это бессмысленно, этого не надо ожидать от не технического специалиста. Ну, например, съездить в Гамбург, в командировку по менеджменту, да, или там по Канбану, или по Аджайлу, или там, ну куда-то, это запросто, это вполне себе возможно. Собственно, мы там и были в прошлом осенье. Про стабильную высокую белую зарплату. Мальчикам обычно не очень важно, особенно мальчикам, которые в оппозиции, там, в государстве, еще, там, девочкам, которые собираются в декрет через какое-то время из-за этой компании уйти, это очень важно запомнить. Вот. Ну, самая бурно развивающаяся в отрасли в мире. По сравнению со своими подругами, меня не пугает. Я понимаю разницу между iOS и Android, да, и меня слово Windows не наводит на мысль об окнах. И, в общем, все, вот. Ну и вот, да, гаджеты меня больше почти что не пугают. Такой слайд, который для девочек, я его назвала. А что я подразумеваю профессиональной деформацией? Все-таки, когда вы начинаете работать менеджером, хотите, не хотите, любая работа вас меняет, а тут работа, все-таки, вот, я вижу, Настя соглашается, даже кивает в ответ. Во-первых, ты теперь хочешь, чтобы у тебя было четко все. Если мама звонит тебе посреди дня с фразой «Привет, ты где?», очень хочется спросить, а с какой целью мам интересуешься? То есть, я, конечно, сейчас очень утрирую, но как-то у нас входит теперь в правила с друзьями, с родителями всегда объяснять, почему ты делаешь что-то, почему ты так сейчас говоришь. То есть, появилось чуть больше мета-коммуникации. Я даже, ну, это подруга за мной заметила. Я по телефону начинаю фразу примерно так. Катечка, привет, я тебе звоню, чтобы спросить, всегда, постоянно, то есть, в речи появились вот эти фразы. Ты знаешь, значит, мне нужно спланировать вот это, поэтому я тебя сейчас хочу спросить, чтобы ты, вот такие менеджерские хоряшки. Некоторым кажется со стороны, что это, ну, как бы над уровнем, да, это лишние вещи, ничего ни разу не лишнее. Потому что теперь, в общем, основная какая проблема менеджера, которую он постоянно решает, если, ну, коммуникация, да, если человек вас может понять неправильно, он обязательно вас поймет неправильно. Поэтому я все свои письма перепроверяю на два раза. Вот если, вот с точки зрения читающего человека, я сейчас читаю это письмо, я точно понимаю, о чем меня хотят спросить, да, я все детали указала, я все точки расставила на «ты», чтобы даже малейшей не было, ни секунды не было возможности понять меня как-то иначе, чем так, как я хочу. Ну, семейный бюджет, понятно, каждый день я обновляю баджет-файл, и теперь у меня сильно стало, у меня поменялось отношение к тому, как нужно считать наши деньги совместные. Планирование, естественно, пошло в мою жизнь больше, хотя бы даже если вы планируете свои покупки. Две курицы сегодня, пачку масла завтра, это тоже очень нужно женщине и важно. Женщина-менеджер это такая, знаете, сверхжена немножко, она умеет чуть-чуть больше, чем все остальные жены. Ну, пунктуальность и ответственность, окей, прогресс, признаю, но работаю. Работаю с рисками примерно как, невозможно теперь что-то не взять, что-то забыть, куда-то поехать без влажных салфеток или памперсов, я не знаю, никак не получится. Да, я перестала... А ты умножаешь количество влажных салфеток на 2 и добавиваешь на 100%? У меня есть, скажем, у меня есть коэффициент мужа. Все-таки я думаю, что изначальные проблемы, связанные с первым этапом в компании, были связаны с тем, что я пыталась командовать, я не пыталась управлять. Я пришла и сказала, я теперь менеджер. Вот, а на самом деле так, ну, это все делать нужно иначе, более мудро, более дальновидно и все-таки... На полях заметка девочки. То, что мы девочки, это наша сила, а не слабость. Если найти к мужчине подход, это всегда сила. Ну, это вот мой опыт так говорит. Они любят даже, когда ими грамотно управляют, просят. Они очень любят помогать. Это все очень круто работает, если разобраться, как. Ну, гаджет-то хорошо, иногда пугает, наверное. Последние, пара последних слайдов, чего, например, руководителю, да, или команде не стоит ждать от гуманитария. Никогда не стоит ждать технической экспертизы. Это одновременно достоинство и недостаток, потому что, с одной стороны, менеджеру гуманитария, такому, как я, всегда нужен в команде сильный дефлит. То есть, мне нужна команда, которая будет нести ответственность за техническую экспертизу. В ответ я, в благодарность, возьму на себя все вопросы, которые мешают программистам работать. То есть, уже есть такая, да, формула, программист наиболее эффективен тогда, когда у него устранены все факторы, которые не касаются кода, технических моментов. Вот, я забираю на себя все это, в ответ, как бы, я не лезу в технические вещи. Ну, вот, то есть, и если вы думаете, что получится это науськать, нет, вряд ли. Базовые вещи, типа, языков программирования, баз данных, окей, это я все выучила, это я все понимаю, но как только вы начинаете мне грузить деталями, я все, я перекрываюсь. У меня тут написано, wait. В общем, через какое-то время я выхожу из спящего режима и ничего не помню. Ну, чем хорош? Опять же, давайте я сделаю ремарку, что я ни в коем случае не утверждаю, что у технических специалистов нет этих навыков. Но, как правило, мой опыт говорит, что гуманитарии обычно хороши именно в коммуникациях. Слушать, чувствовать, слышать, что сейчас тебе программист говорит, не делать выводы из именно фразы, которые он тебе говорит, а свидеть вот это второе дно, почему он сейчас конкретно так это говорит, что у него внутри. И знаете, когда аналитик подходит и говорит, Таня, а договор подписан? Я говорю, подписан. Он такой, а мы из бюджета не вылезли? Я говорю, не вылезли. Раньше на первых этапах я бы топнула на гость, сказала, это моя ответственность, почему ты меня спрашиваешь об этом, твоя ответственность, там вот это. Ну, такой начинающий глупенький менеджер. А в этот момент ты понимаешь, что человек хочет показать, что он беспокоится, например. Ну, это вот такой простенький пример. Я не знаю, как насчет фокуса на целях проекта, в смысле, свойственно это всем гуманитариям или нет. Конкретно мне это свойственно, потому что 10 лет работала в рекламе. Я привыкла все время думать о целевой аудитории и о том, чего от меня хочет заказчик, потому что мне нужно было получить конкретный результат. Ребята-программисты, им свойственно уходить в процесс, забывать про нужный результат. А это тот мужик, который нам платит, да? Например, знаешь, вот в этот момент они вспоминают, да. А иногда вот так хочется вот эту штучечку тут вот парифакторить, ой, так классно, вот эту басочку сюда прилепить, и вот этот новый инструментик тут попробовать. И не важно, что это все заслайдит проект еще там на пару месяцев. Владение языком, как я говорю, я имею в виду умение внятно выражать свои мысли. Ну, тоже не только, естественно, комментариям свойственны, но часто в основном все комментарии хорошо с этим справляются. И почему я поставила сюда отсутствие технической экспертизы как достоинство? Потому что у меня никогда нет шанса сделать за ребят их работу. Я часто слышу истории о технических менеджерах, которые ночью перед релизом сидят и фиксят баги за своими ребятами. Которые перепроверяют код, которые там чего-то там за них рефакторят. У меня шанса нету вообще такого ничего делать. Поэтому, получается, я своим ребятам оставляю всегда простор для самосовершенствования только тем, что я их контролирую, направляю, чуть-чуть тут подправляю, тут чуть-чуть подправиваю. В общем, мне кажется все-таки, что в этом есть фишка. И, ну, это не я придумала, просто я два года слышу о том, что, Аня, это твое преимущество. Хорошо, я согласна. Ну и, наконец, кому, я думаю, стоит попробовать вообще подумать об этой карьере и у кого это может хорошо получиться? Вот люди, которые любят организовывать все от детского утренника до, я говорю, маминого юбилея. Все вожатые, которые когда-то с детьми работали хорошо, затейники всего и вся. Если у вас хорошо получалось работать промоутером, то есть уговаривать людей что-то сделать, я тоже думаю, что есть перспективы. Так, откуда взялась пятерка по логике? Ну, это вот из того соображения, что мальчики-айтишники, ребята очень логичные и где-то строгие. То есть они блондинисты и не прощают. Это Марина тоже вначале на круглом столе говорила, что все-таки вот... А, я забыла профилфакт добавить. Важно, что я не литературовед и не журналист, я лингвист. То есть я все-таки работала с языком, структурой, логикой. Понятно, да? Все у меня было четко, ровно и схематично. Поэтому все-таки я думаю, что если эта девочка гуманитария, она хочет менеджмент именно к айтишникам, все-таки вот в голове все должно быть очень хорошо по плочкам. Ну, откуда старшие сестры взялись? Это люди такие, знаете, вот мама, вот младшая сестра. Я всегда и ту, и другую понимаю. Мне от этого ни разу не легче. Вот менеджер – это такая уже старшая сестра, потому что тут клиента, тут команда. Нельзя быть не адвокатом, ты адвокат клиента для команды, но ты постоянно оберегаешь свою команду от этого злого клиента. Старшая сестра – добрая. Проектные разработчики из любой сферы работают с клиентом, потому что вы знаете, что такое проект, знаете, как работать с клиентом, знаете процесс. Вот, в общем, на это купились мои дорогие работодатели, когда читали мое резюме. Дирижеры – это моя любимая метафора менеджера. Еще есть клей и проводник. То есть клей, потому что, опять же, склеивает части, которые по отдельности очень хороши, но как-то вот они все по отдельности. А дирижеры – это знаете почему? Вот стендапы, митинги, письма клиентам статусные каждый день. Так как будто ритм отбиваешь. И вот ребята, программисты слышат этот ритм, они такие, ходят в некую такую нервану, хорошо. Очень классный товарищ из Яндекса на прошлой конференции ITDAMP рассказывал, что у него есть семь разных рубашек, семь одинаковых рубашек в клеточку. Он просто каждый день их меняет, а разработчикам кажется, что он все время в одном и том же ходит. Ну, то есть им очень важна стабильность. Ни в коем случае нельзя выходить из этого варить, но никак не все. В общем, история с рубашкой меня сильно порадует. Ну, собственно, из Омска я никуда деваться не собираюсь. Найти меня можно по почте, ВКонтакте, в Тонтейке, вот через Лешу или через Виталину. И это моя любимая печатка в этом слое. Все, спасайте, спасайте бобы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!